Ну что, всем привет, всем здравствуйте, доброе утро. Сегодня у нас, что у нас сегодня? Четверг, 28 мая сегодня. Мы с Дамирчиком просынулись. Я проснулась раньше, уже заточила салатик из огурок с приправкой. Сфотографировала свой салатик в инстаграм. Салатик из огурцов и приправы. Все гениально и просто. Огурцы вкусно-вкусно. Нарезала в виде салата. Ну что, я буду просто так сидеть огурцы точить. Хотя я и так тоже могу. Я вчера вечером именно так и делала. А сегодня решила свои эстетические чувства немножечко порадовать и поточить огурцы в виде салатика. Мирусенок проснулся. Я буду ему готовить сейчас на завтрак хот-дох. Вот изъявил ребенок желание домашний хот-дох ответить. Поэтому сейчас я буду делать хот-дох. Хотела быстренько рассказать вам про фильм, который я не так давно смотрела. Называется, по-моему, «Невидимый гость». Фильм итальянский. Он невероятный. Я его рекомендовала Володе, но мы сошлись с ним на мнении, что этот фильм нам нужно смотреть вдвоем на плазме. Да, я еще не привела себя в порядок, вот, потому что мы только недавно проснулись. Вот. Вот так вот. Значит, мы с ним сошлись, что фильм нужно смотреть обязательно на плазме, на телевизоре большущем, вот, потому что фильм невероятный. Значит, он о том, как пришла адвокатша, или как это называется, да, ну, которая защищает, по-моему, адвокат, да. Пришла, короче, адвокат к фильму итальянский. Сказала, нет, я вообще в шоке просто с того, что итальянцы сняли фильм куда покруче, чем американцы. Это прям очень крутой фильм, очень, честно. Он заслуживает Оскара, по моему мнению. Так вот, значит, итальянский фильм. Пришла адвокатша какая-то там, такая пожилая леди, она на пенсии, но она очень крутая мастерица своего дела, как я поняла. И, значит, она, давай его вот раскручивать, этого мужика, и все вот у него узнавать, что же случилось. А случилось вот что. Его обвиняют, и пока он на домашнем аресте, в том, что он убил в гостинице свою любовницу. А он говорит, что... А он, значит, начинает рассказывать историю, что так и так, вот, он женат, счастливая там семья, все такое, она замужем. И вот они любовники, да. Я не помню, как зовут героев, по-моему, женщину зовут Лаура или Лаура, я не знаю, как там у итальянцев правильно. А как зовут мужчину, я, честно говоря, не помню. Вот. И, в общем, он рассказывает, что они, значит, сделали вид, что они там уехали в командировку, что он, что она. И вот, значит, якобы они возвращаются из этой командировки. Вот. Едут они такие на машине, и тут они врезались в другую машину. Они что-то бурно обсуждали, то ли ругались, я уже не помню. И, значит, они врезались в другую машину. Ты что, опять спишь? Я сейчас. Значит, они врезались в другую машину. Так, ребятки, я пока налью водички Даниру, но я никуда не деваюсь. Я продолжаю свой рассказ. Значит, они врезались в другую машину, подходят к ней и понимают, что водитель мертв, по всей видимости. Мужчина сказал в этом самом этой адвокате, что он якобы хотел... Держи, заяц, водичку. Мужчина, значит, сказал адвокате, что он предложил своей любовнице якобы вызвать помощь. А она говорит, не нужно, у тебя дети, у тебя семья. Они же все узнают о нас и все такое. Водичку тебе принесла, ты же водички хотел. Они же все о нас узнают, какой ужас, все такое прочее. Типа, не рушь свою семью. Вот, они не стали, короче, вызывать подмогу. Значит, это Лаура, давайте будем называть ее Лаура. Лаура, а мужика я буду называть просто мужчина, потому что я не помню, как его зовут, да и не факт, что это же эту женщину зовут Лаура. Вот, может Лаура, а может вообще другое какое-то имя, но будет она Лаурой. Пофигу. Значит, Лаура сказала, я сейчас все сделаю, сейчас все будет. Кто пойдет в головах такая? А? Кто пойдет в головах такая? Что? Кто пойдет в головах такая? Че? Кого позвать? Голова, кто такая? Голова? Нет, Лаура, это не лаваш. Лаура, это лаваш? Почему это лаваш? Почему девушка лаваш? Маленький шутник. Так вот, Лаура сказала, что она сейчас все сделает, сейчас все будет, сейчас они разберутся. И тут подъезжает какая-то машина. В этой машине мужик, и он говорит, а что у вас тут случилось? У вас что, авария? Вам не нужна помощь? Может вызвать подмогу? Она такая, ой, я такая, это самая дурная, типа, это я вот врезалась в мужчину, говорит, мы сами все решим, типа, полюбовно, все такое, говорит, все будет нормально. Он говорит, ну ладно, типа, и поехал, короче. То есть он их видел, он видел, что произошла авария, он видел это место преступления, так сказать. Вот, значит, они решили спрятать тело в багажник, мужик этот уехал, труп выкинул в воду, это самое. А потом она сказала ему, Лаура, типа, ты уезжай, а я на этой машине доберусь, я все решу, все будет нормально. Значит, она садится на эту машину и едет. Нет, он поехал на вот этой машине, а она поехала на его машине, чтобы раз их видел свидетель, я так понимаю, что она, типа, на этой машине врезалась в мужчину, чтобы, ну, типа, так вот оно, типа, как и было. Она, значит, поехала, и она заглохла. И тут подъезжает тоже какой-то мужик и спрашивает, а что случилось? Ну, она начинает врать, что она соврала имя, соврала профессию, в общем, что-то, что-то случилось с машиной, она соврала. А у нее штаны в крови, короче, она положила мобильник этого парня зачем-то себе в сумку, которого они сбили. В общем, потом они поехали, это самое, этот мужик там помог ей с машиной, сказал, что вот он в машинах разбирается, то ли работал, то ли что. Он начал рассказывать ей о своей жизни, что вот они с женой живут там-то, там-то, то-то, то-то, бла-бла-бла, там свою историю жизни. Что вот у них есть сын, и, как оказалось, сын этого мужчины, это и есть тот парень, которого они убили случайно в этой автокатастрофе. И, значит, в этой аварии, и, значит, он ее повез к себе домой, что-то там, то ли посмотреть в машине якобы, то ли что, познакомил с женой. И, в общем, она как раз и узнала в этот момент, что вот этот вот мужчина и есть их сын. И что значит дальше происходит? Дальше они начинают переживать, нервничать, обзванивать друзей этого парня. И тут они звонят на этот мобильник, а мобильник у нее в сумке с включенным звуком. Она его подкидывает на кровать, и они начинают, типа, думать, а почему мобильник дома? Типа, такого не может быть, это совершенно не свойственно нашему сыну оставить свой телефон мобильный дома. У меня, кстати, тоже есть такая фишка. Я никогда не забываю дома телефон и повар-банк. Никогда. Это вообще мне не свойственно. Я такой человек, что я везде с телефоном. Я в туалет пойду с телефоном, в ванну пойду с телефоном, в кухню. Я либо постоянно что-то снимаю, либо я что-то монтирую, либо мне звонят постоянно, либо я просто жду звонка, потому что Володя на работе сейчас до полдевятого. Ну, когда восьми, пока доберется уже полдевятого. Вдруг он мне позвонит, вдруг родители позвонят с Дамиром пообщаться, вдруг позвонят из миграционки, из паспортного еще откуда-то. То есть я всегда на чеку, я всегда жду звонка, и я никогда не забываю свой телефон дома. И это уже давным-давно. И вообще я имею такую привычку складывать все вещи на свои места. Единственное, что я могу положить телефон на стойку тут на кухне, на кухонную. Я могу положить телефон на столик журнальный возле кровати, или оставить его в кровати. Но это пока я хожу по комнате и типа, ой, я забыла, где же мой телефон, где же мой телефон. Вот это постоянно такая привычка у меня, типа, где же телефон мой. Ну вот, вот три места приблизительно, где я могла его оставить. Но я могу его потерять буквально на пять минут, потом спохватиться, где мой телефон, где мой телефон. Но на улицу я всегда выхожу с телефона. То есть, ну, как бы в кровати его оставить или на стойке кухонной, ну, это же, ну, фигня. Типа я через пять минут пойму, что я не чувствую телефона, я не вижу, где он, что он. И, естественно, я его быстренько найду. Или Дамир мне обязательно подскажет, где он. Или Володя поржет с меня и наберет меня, и я быстренько найду телефон. Ну, это ерунда как бы. А так вообще я все вещи складываю всегда на свои места. Очки, футляр. Единственное тоже очки. Ну, я не понимаю, как, то ли я сонная была, то ли что. Оставить очки на раковине возле... А, шо? Оставить очки на раковине возле умывальника. Но у меня это очень редкий случай, то есть такое вообще мне не свойственно. И, в общем, они такие спохватились. Как это так? Как это наш сын, типа, оставил телефон дома? Такого не может быть, это очень странно. Опять же, они же могли на этот телефон ему до этого звонить. Он мог звонить им и сказать, что он выехал. А типа как, с чего он звонил, если телефон дома? То есть они начали подозревать, они начали понимать, что здесь что-то не так. В общем, девушка засобиралась, засуетилась и уехала. Значит, потом они созвонились с этим мужчиной, Лаурой и этот мужик, и договорились больше не встречаться. Их начали таскать по судам, туда-сюда, но они ни в чем не сознавались. Вот. Лаура поменяла внешность, она поменяла стрижку, она поменяла стиль одежды. И, значит, она якобы, якобы решила там что-то подстроить с его картами этого парня. Она же кошелек себе свистнула его. Она решила подстроить что-то там с картами этого парня, потому как она когда-то занималась там какими-то банковскими делами еще до замужества. И она решила подстроить там что-то с деньгами, как будто он то ли много денег украл, то ли должен кому-то что-то, чтобы подумали, что он замешан в каких-то денежных махинациях. И его за это прибили, и чтобы таким образом снять вот эти вот подозрения с себя и со своего любовника. Вот. Потом, потом ему стали приходить сообщения. Все наладилось, все хорошо, он опять там ворвался в свою семейную жизнь. Ее там тоже поглотила работа, ее семейная жизнь поглотила. И тут вдруг ему стали приходить сообщения на телефон. Масочку для лица, кстати, сделала. И надо, надо уже убирать маску. Маску надо убирать, расчесываться. Я масочку сделала. Маску, ой, не для лица, а для волос маску делала. А сейчас вот собрала вот в кучку. А то расчесываться стали плохо очень. Вот. Значит, их вот это все окунуло, забурлило вот это их семейная жизнь, там все такое, свои дела. И тут вдруг ему стали приходить сообщения с угрозами. Сообщения с угрозами, и что ему нужно делать? Он, значит, связывается с Лаурой, они общаются. И, значит, смысл был в том, что им нужно. Выехать там, куда-то там, далеко за город, на какую-то там железнодорожную станцию. Лаура должна выбросить телефон в мусорник в определенное время. Потом они должны... В определенное время, да. Потом кто-то из них, по-моему, Лаура должна ехать на поезде, а мужчина этот должен ехать на машине. К определенной гостинице. Он снял для них номер на такое-то имя, такой-то, такой-то номер. Сначала заходит Лаура. Потом заходит этот... Потом она машет ему рукой, этому любовнику своему, и заходит он. Значит, они начинают общаться. Приходит с телефона Лауры сообщение этому мужику. То есть, видимо, он сказал выбросить телефон в мусорник, а сам подобрал этот, который ему угрожал. Значит, он присылает с телефона Лауры сообщение, вот этот, который угрожал, на телефон ее вот этого любовника, этого мужика. Куда, чего, деньги оставить, что делать и так далее. Значит, он там что-то поправлял, то ли галстук, то ли рубашка у зеркала. Лаура отошла в другую комнату, и тут он слышит сильные крики, заходит в комнату. А у Лауры, извините, пробита башка, вот, статуэткой. И ему кто-то взял и ударил вот так об зеркало, его вырубило. Он просыпается от стуков, криков, значит, охраны, ментов, хозяев гостиницы. И как? Вот как его любовница убитая лежит в соседней комнате? Кто поверит ему, что это не он ее убил, если якобы никого не было в его номере? И поэтому и называется фильм «Невидимый гость». Но адвокатша раскрутила все так, что оказалось, что все было совсем наоборот. Это Лаура хотела обратиться в полицию, а этот мужик сказал «Нет». Типа, мы не будем обращаться в полицию. Это все он сделал. Это он подделал все дела с банковскими картами. По той причине, что у него есть связи. Он богатый, крутой бизнесмен и всем этим шарит и занимается. А Лаура занималась банковскими делами лет 10 тому назад, 15, еще до своего замужества, в молодые годы, так сказать. И она уже давным-давно работает фотографкой. И что она там помнит в этих банковских делах? С учетом того, что мир не стоит на месте, прогресс движется, и все постоянно меняется в этой сфере. И мало ли что, даже если бы она что-то помнила, это все сейчас по-другому все наверняка делается. Значит, это адвокатша. Она все записывала на диктофон. Она выбила у него все-все-все абсолютно эти самые, как его. Она выбила все признания с него. А потом она ушла. А потом она ушла и помахала ему с соседнего окошка, с соседнего дома, ручкой. И тут заходит настоящая адвокатша. В общем, эта женщина, это мать этого парня, которого убил этот товарищ-любовник, мужик этот. Она раньше была актрисой в молодые годы. И очень клевая актрисой. Просто сейчас она пожилая женщина, но талант перевоплощаться в ней таки остался. Поэтому она молодец. Мать, которая вот просто борется за справедливость своего ребенка, она уже не вернет. Но она хотя бы вернет, она хотя бы будет знать, где его тело, где его тело искать, дабы найти успокоение души ее сына. Она хотя бы, ну как, справедливость, чтобы восторжествовала. Чтобы, так сказать, отомстить за своего сына, за своего ребенка. Вот настоящая мать, настоящая орлица, которая борется за ребенка, даже когда его уже нет в живых. Это, ну, это невероятно. Как по мне, это вот настоящая мать действительно. Что мать, что отец, они боролись до последнего. Ну, я думаю, понимаете, чем все закончится. Вот, естественно, я надеюсь, ну, этого не показывали уже. Просто вот эта сама концовка, когда ты понимаешь, что на самом деле, это вот эта мать, мать от того парня, а не настоящая адвокатша. Вот, и что тут вот, оп, и заходит настоящая адвокатша, когда та ушла. Это просто невероятная концовка. Это, ну, это шедевр, я считаю. Блин, это шедевр. Это так клево, это так клево. Ладно, ребятки, не забывайте заходить в наш инстаграм. Вот. Потому как там всегда первые новости. Там всегда еда, которую мы кушаем, блюда, которые готовим. Какие-то клевые фотографии, где, что мы посещаем и так далее. Обязательно посещайте инстаграм. Там, вот, все первые фотографии, все первые новости, все там-там-там будет. Да. Мужик ее статуэткой убил. Ударил по голове статуэткой, по голове. Сильно. Она, естественно, из стекла кровью умерла. Поэтому я... Наверное. Поэтому я всегда тебе говорю, да, Мирчик, осторожненько, чтобы ты не ударился головочкой, височками, чтобы не ударился. Можно висками, висками. Знаешь, где массирую? Массируешь. Ты мне, папа массирует. Я массирую, когда у меня сильно голова болит. Вот тут вот височки, где у меня очки. Видишь? Сбоку. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Вот там вот. Да. Можно виском удариться. Даже легонько. Даже легонько. Вот об угол удариться. И умереть. Это очень опасно. Очень. Я тебе всегда говорю, Мирчик, будь аккуратненьким. Все, ребяточки, я побежала готовить хот-дох до Мирчику. Вот. А вы берегите себя и обязательно заходите в инстаграм ко мне. До новых встреч. Нет, он специально ее убил, к сожалению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.